Сегодня наша задача какая? Все вроде работает, вроде пока все нормально. Так что все серьезно, все новенькое, все классненькое. Написано одно, а в реале другое. Народ, всем привет, всем доброе утро. Ну что, ну вот настала и осень. Стало прохладненько, холодно так. Видите, парда. Ну что, сегодня, наверное, видео мы просто поработаем. Уральчик пока работает, слава богу. Вроде пока ничего не ломается. Сегодня наша задача какая? Ну пока, там в процессе дня будет видно. Ну а пока нужно загрузить вон тот трактор. Нужно загрузить тележку горбылем с резками. В тех видео я показывал, то есть грузил машину. Ну сейчас стали возить трактором. Цена такая же, не изменилась. Ну просто трактором вроде как удобнее. Можно проехать в другие деревня. Ну что, заводим наш Уральчик. Зажигание. И старт. Давление поднялось. Турбинка засвистела. Все нормально. Ну сейчас прогреем. Хотя бы чутка температура вообще. Прогреем. Стекла тойдут. Как раз там тракторист готовит все. Он сейчас там телег подцепляет. Шланги привязывает. И все. И поедем туда, на место, где пилят горбыль. Погнали. Да, ребят. И по старинке. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайки. Писать комментарии. Ну а пока идет прогрев Уральчика. Пойдемте посмотрим, что замутил Александр. Посмотрим, что он делает. Спросим. Поинтересуемся. Как говорится. Чего просто так сидеть здесь мерзнуть. Пусть пока греется. Даже воздуха теплого еще пока нет. Пойдемте посмотрим. Саш, привет. Ну вот мы пришли к Александру. И смотрим, что он делает. А он делает. Тормоза на прицепе. В свое время здесь все обрезали. Вон, видите. Трубки все обломаны. Ну, короче, нет ничего здесь. Вот. Вчера сторону одну собрал. Новые колодочки. Барабанчики. Барабанчики, кстати, вообще даже, даже не использовались. То есть прицепу больше 10 лет. В свое время, наверное, оторвали одну трубку. Взяли просто-напросто все заглушили и все. Барабаны вообще не езжены. Практически, можно сказать, новые. И сейчас вот Александр восстанавливает. Это все заново. Вот видите. Все обрезано. Никаких тут ресиверов. Ничего. Там тоже вон самое. Здесь. То есть как-то туда будет прицеп с тормозами. Как нужно. Вот. Ну, а у меня. А у меня пока нет ничего. Со временем. Может быть, будет. Может быть. То есть ни стопорей, ничего такого. Ну, и у меня тут, конечно, самопал. Видите? То есть здесь. Вот. Здесь никаких лягушек. Никаких энергачей. Даже близко, наверное, не будет никогда. По территории, говорят, хватит. Работать. Как-то так, ребят. Здесь я, конечно, вам не показал. Я менял замок. Здесь. То есть здесь была утечка масла хорошая. Вот. Ну, я трубки переваривал. Вот видите. И делал здесь трубку. А так, слава богу, все вроде работает. Вроде пока все нормально. Вот масло, видите? Подкапывает. Это вот оттуда збачка. Рулевая здесь почему-то, ну, блин, очень плохо рулить. То есть тронешься, начинает поворачиваться на месте, не свернешь. Просто напрочь. Ну, не знаю. Думаю, наверное, можно поменять. Насос. Не знаю, что это, что такое. Конечно, все мазанное, все нормально. Кто, может быть, знает, в чем причина. Почему так туго очень крутится, пока не тронешься на руль. Ну, напишите в комментариях, дайте совет. Что нужно посмотреть, что может заменить. Ну что, скоро, наверное, отойдет. Кстати, трактористы тоже зовут. Саша, наверное, уже шланги подвязал. Или нет, пойдемте посмотрим. Ландровишек уже подвезли. Для отопления холодная. Нет, еще шланга, он висит подвязанная. Вот эту телегу сейчас будем грузить с резками. Ну, ладно, погнали. Ребят, только хотел поехать, но там еще не готово. Александр попросил вам помочь. Пойдемте, поможем ему, он вал выбивает. Наденем свою панамку, возьмем перчики. Сейчас погреем ему горелкой, поможем, чтобы он выбил. И потом поедем. Горелочка газовая. Ну что, Саня, уходи. Вчера таким же макаром там выбивали. Один вал. Другой вал. Вышел нормально. Потому что за 10 лет здесь все заржавело, приржавело. Что так не выколотить просто. Рано еще. Не нагрели. Не, не идет, Сань. Не идет. Надо еще греть. Так, ну вот, погрели. Да что это сейчас должно пойти. Значит, ну, нужно еще. Еще греть. Мы вчера тоже так же, сколько мы? Минут 25 нами грели. Только потом. Саня, стенка толстая. Капает, что ли. Так, ну ладно. Пойдемте грузить. Вон Александр идет. Ему говорят, сегодня три рейса. То есть его надо сейчас загрузить горбылем с резками. А потом, наверное, с другими средствами, обычными березами. Наверное, так. Ну все, поехали. Что это такое? Сушитель. Я нафиг на руку. А, это этот, как юга. Не, у меня такого нет. Хомут. Спроси у калька, может, у него там есть. Это от хмута. От хмута одна половинка. Сейчас еще прокатимся в округа. Можно сказать так. По всей территории. Обсмотрим, где что нужно будет подложить, доложить. Может быть, где что разобрать. На 63-й посмотрим. Заодно отсюда он ее видно. Ну, не знаю, вам не видно, наверное. Вот. Там, скорее всего, надо будет спускать ближе к захвату. Посмотрим на ленточки. Посмотрим на парсе. Там накопилось виск на катье, чтобы подвести на другую ленточку. Ну и так. Посмотрим, прокатимся. Ладно, все, поехали. Так, ну что, Барс. На Барсе есть. С леса возят. Так, ну хотя, ну да, есть чуть-чуть. Ну что там, даже машины нет. Даже полу машины нет. Ребят, было как сухо. Комфортно. Видите, что все готово. Испорчено. Дорога. Так, ну вот что, ленточка, да. То есть здесь, в принципе, можно машину набрать. Вот. Ну, у них, конечно, тут есть кончиковая машина. Хватит, наверное, на сегодня, я думаю. То есть они будут работать, конечно, чтобы их не видать. Здесь я перебрал. Шнабель здесь, как говорится, готовый. Вот, чисто вот, видите, коблем туда, номерами сюда. То есть вот здесь уже бревна 63-й, здесь дровакол. Дальше он чутка осиный. Ну, а здесь тоже 63-й. Да, вот, 63-й, надо будет подъехать, переложить им больше, что-нибудь там два бревна осталось. Вот и этот штабель нужно будет мне перебирать тоже, ребят. Дровакол пустой. Ну, не знаю, Сергей мне скажет, если его привезти машинёшку. Конечно, я привезу. Привет, корешки! Скажите привет подписчикам! Так, ну вот, подъехали мы к Срезочкам. Срезочки, сейчас вот эту кучку мы перекидаем по-быстренькому в трактор. Ребята, оказывается, перезвонили, он и сейчас переехал. Оказывается, не горбы, а срезки, не знаю. Ребята, вон, пилят уже срезочки. Трактор подъехал, всё, начинаем, короче, грузить. Всё, хорош! Так, всё нормально. Начинаем. Ну всё, ребят. Телега загружена. Сейчас её подровняют чуть-ка, чтобы она не сыпалась в боков. Телега также осталась стоимость, как и было на машине, на газоне. Если вам интересно, посмотрите в другом видео. Там я озвучиваю цены на срезки и на горбы. Ребята, пилят. То есть, всё по желанию клиента. Пиленые. Хотите, не пиленые. Ради бога, всё здесь. Другой трактор наготове, чтобы подгребсти. До того, как я сюда устроился, грузили этим трактором в ХОВС. То есть, два человека грузили, ХОВС переворачивал уже в кузов. А машины. Вот. Сейчас гружу я. И быстрее, и, ну, я не знаю, и людей не нужно отвлекать от своей работы. Вот, ребята, разровняли. Всё нормально, чтобы в боков не сыпалось. Чтоб всё было, как говорится, по феншую. Всё, ребята, пошли на кофе-питие. Ну и мы, наверное, что, всё на сегодня. Я думаю, он, наверное, больше грузить его сегодня не будет с резками. Там дальше пойдёт пиломатериал. Ну, а мы, наверное, поедем туда, к Александру, на место стоянки. Пока команды не было, что ещё грузить? Команда поступит. Поедем, погрузим. Чтоб без хруста сначала. Третья. Вторая. И спокойненько поехали. Всё, ребят, снова осень. Снова грязь. Слякоть. Честно говоря, у меня уже ноги замёрзли. Сегодня всё не холодно. Я в тапочках таких лет. Все наперекуре уже. Фрактора, погрузчики. Александр тоже куда-то делся. Тоже, скорее всего, ушёл на перекурчик. Хотя он не курит. Выбил. Вал он. Выбил. Ну что, пойдём, посмотрим. Выбил Александр. Ну, выбил. Как он выбил, пойдёмте посмотрим. Курбинг нормально, глушим. Всё, выебил. Нагрел, значит, получше ещё. Сейчас сальнички. Всё меняется. Как вот здесь вчера. Вот. Новый трещотка. Ну, вау. Здесь только вот этим. Не стал менять. А здесь новое. Здесь новое. Колобки. Новые. Волновые. Трещотки новые. Лягушки новые. Всё новое. Просто самому интересно. Потому что скорее всего и мне подстоит такая же система восстанавливать. Видите, всё обломано. Всё это нужно будет делать, чтобы всё работало. Так вот. Александр. Новенькие. Поставим. Сальничек. Новенький. Сейчас втулку, да? Новое. Вот. Новенькая втулочка. Все дела. Вот они. Запчасти. Вот. Смотрите, какая втулка. То есть, внутри уже какой-то пластик. И она. Она медная или бронзовая, Саша? Железная просто на пыление, да? Да, похоже на то. Ага. Новый валик. Пошёл вперёд. Нормально? Сейчас более-менее. О, втулочка новая. Туговатенькая. Да нормально должна. Разойдётся там, разработаться. А это сотрётся. Она, наверное, это класс маскота внутри, которая крутнётся. Раз, два, три. И всё. Более. Новая лягушечка. Вход пошла. Так что всё серьёзно. Всё новенькое. Всё классненькое. Вот ещё сейчас трёщёточка потом. Сейчас Александр поставит. Трёщёточка новенькая. Всё нормальненькое. Да. Навьё колодки. Ну да, но это не реклама. Это чисто так. Делюсь с вами, ребят. Тормозные колодки. Теплопроводимость. Ролик плюс пружина. Написано. А тут нет нифига никаких роликов. Ну так значит. Так складывают. А чё, почему? Ну, потому что у нас же чё как? Умеет разбирать, потом отдельно продавать. Ну, это точно. А так вот, там написано правильно. То есть вот, куда используется, ролик плюс пружина. А в коробке нифига нет. Скорее всего. Вот так вот, ребят, делается. Распечатали и продали, отдельно. А не где вообще? А, вот, да, да, да. Вот так вот, значит. Как делают? В коробке написано, что комплект с роликами. Получается, значит, колодки продаёшь по одной цене, ролик по другой. Хотя должно быть в комплекте. По одной цене. Вот так вот. Александр пошёл, удастся арку, пассатижи, найти такие здоровые. Вот это стопорное кольцо нужно согнуть, достопорить. А ещё пружина. И как бы всё. Одна сторона. Можно накидывать барабанчик. Вот, ребят, смотрите, вот пластина, да, какой толщины. Современная, да, как говорится, российская. А вот толщина СССР-овская. Какая толстая пластина. То есть, насколько она мощнее и толще, чтобы не сдавились они. И вот, ребят, смотрите, какая монтажка. То есть, берём, например, заряжаем сюда. Смотрите, внимательно. Я чутка прям нажимаю, и она гнётся. Видите, гнётся? Вообще, даже силы, ну, практически никакой не применяю. Не берите нафиг никогда из чёрного металла, покрашенную. То есть, это, она даже лёгкая, и в ней даже, наверное, веса, ну, килограмм, дай бог, а может, и меньше. То есть, это прям название только. Вот. Ну, ещё, реально, то есть, проверяйте комплектность. Вот, это от лягушки кармазовская и тормозные колодки. Проверяйте комплектность. А то вот так написано одно, а в реале другое. То есть, прежде чем забрать коробку, открыть, почитать, открыть, проверить комплектность. Так, он Александра грузит. Материал он поедет, сейчас уже второй рейс повезёт. Зашёл он в гараж, ребята здесь ремонтируют кромбалку, таль подъёмную. То есть, на той неделе сломалась она. Сначала думали, что трос, как я слышал так по рассказам, что типа трос был такой, который сюда наматывается. То есть, он был жёсткий, и он как бы ровно не наматывался, а перескакивал вот эти ручейки. Скакивал, перескакивал, в итоге перескочил, что намоталось между мотором, мотор, типа между ним и этим корпусом, там внутри намотался. Ну и заклинила она. Вот. Пытались трос распутать, не получалось распутать. В итоге его пришлось снять, привезти в гараж. Здесь они её размотали, разобрали, вроде как починили. Ну сейчас она, конечно, в разборном виде. Как мне объяснил Сергей, слесарь сейчас ушёл. Причина была в моторе. То есть он неправильно был отрегулирован, что ли, как так, с его слов. То есть вал выходил при работе вверх, ну и плюс ещё трос. Вот сейчас он его, как бы, он электрик, Сергей, сейчас его посмотрел, вроде как отремонтировал. То есть он как бы крутится, работает. Чуть позже они начнут его собирать уже. то есть он внутри видится там муфта лежит. То есть сюда вот ставится будет мотор этот вот сюда прикручиваться будет там на вал, я так понимаю, будет надеваться муфта. Вот. С этой стороны здесь скорее всего, даже не скорее всего, а с этой стороны будет ставиться это. Сюда будет, наверное, набиваться, я так думаю, следом или что-нибудь лето. И потом это всё будет собираться. Вот. Этот мотор отвечает заход её по этому. Ну, не здесь, конечно, она висит, она висит там. По рельсине ездит. Ладно, пойдём дальше. Посмотрим. Пойдёмте, сходим на 63-ю, посмотрим. Нужно там, ребятам, спустить брёвна, чтобы захват захватывал. Парень, посмотрим. Так, ну, на ленточку танкатьё даже и на завтра хватит. Наверное, завтра отгружу срезки. Вернее, не срезки, а горбыль. На дроваков пока не нужно. Ленточка та дальняя не работает сегодня. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь на раме. Лента у них загружена. Нормально здесь раскатаны. Всё хорошо. На сегодня им работы хватит. А завтра мы с того штабеля здания наберём. Там я уже всё отобрал. Всё нормально. Выбирать, перебирать, там ничего не нужно. Просто подъехал, загрузил, уехал. Вот, смотрите, ребят, грязюка, да. Вот, здесь ещё я переберу этот штабель. Тонкий пойдёт на дроваков, средний от 18 и выше, более-менее прямой пойдёт сюда. Ну, а кривой пойдёт туда. как-то так. Пойдёмте ещё сходим, посмотрим, как делают контейнеры сюда. Брикетный контейнер для опилок для лунги из цеха. Выходят сухие опилки. Пойдёмте, посмотрим, как это. А вот и контейнеры Сергей делает для опилочек сухих. Два штучки. Серёга, это уже всё, да? Вот. Вот это будет внутри. То есть, чтобы опилки это вот крышка с той стороны, чтобы не усыпалось. Именно под сухие, которые выходят с цеха опилки из-под станков. Вот. Ну, а это ещё чутка и будет готово. Ребят, дали мне новые задания. Приехала машина. Самовывоз. Короче, приехала машина, нужно загрузить. И снова срезки. Пойдём загрузим. Вот, ребят, пришёл газончик. Ещё чуть-чуть. Сейчас мы её загрузим. Ещё ещё. Ещё чутка. Всё, хорош. Ты чего переживаешь раньше времени? Ты чё, селки снимаешь? Да. Вот, ребят, смотри, какие борта. Сейчас будет делать наручные. серьёзные, да? Так вот, всё по делу. Пора, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok вот, ребят, газончик гружёный. Всё зашибись. Всё, ребят, туда чипилят. Всё нормально. А мы сворачиваемся. Едем на место стоянки. Ну, а на сегодня всё, ребят. На этой хорошей ноте мы сегодня с вами обращаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите любые комментарии. Всем пока! субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok